МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Взаимная любовь. В Чебоксарах прошла акция «Город любит себя». Обучение на дому у родителей детей-инвалидов, как педагоги, будут получать теперь денежную компенсацию. Готовьте лего зимой. В Чувашии начали подготовку ко дню республики. ЕГЭ – выбор будущего. Именно под таким девизом в этом году предлагают провести единый государственный экзамен в Рособорнадзоре. Уже завтра его, возможно, будет сдать досрочно. Основной этап стартует в конце мая. О подготовке к нему сегодня шла речь на видеоконференции, которую провел председатель правительства Дмитрий Медведев. На связь с российским премьером вышли и главы регионов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Особое внимание в этом году планируют уделить новым методикам. Теперь единый госэкзамен – это не только тесты. К примеру, чтобы получить отличные оценки по иностранному языку, школьникам необходимо показать, насколько идеально они на нем говорят. Математику в этом году решили поделить на два уровня. Ученики, которые поступают на гуманитарную специальность, могут выбрать самый простой вариант. Изменения коснутся и других предметов. Сочинение в этом году возможности для допуска до сдачи ЕГЭ основного этапа. Все, что делается, делается в интересах наших детей. Но здесь очень важно, чтобы ЕГЭ не стал единственным инструментом оценки как у учебных достижений ученика, так и не должно быть оценкой школы. Мы перестали и не хотим через ЕГЭ сравнивать школу между собой. Это неправильно. ЕГЭ должен давать возможность ребенку показать свои способности. Бороться с телефонами и шпаргалками в этом году планируют не только с помощью металлоискателей и видеокамер. Там, где ученики будут сдавать ЕГЭ, установят глушилки мобильной связи и интернета. Председатель правительства отметил, что сейчас подготовка к единому госэкзамену напоминает операцию спецслужб. Наши материалы в регионы теперь доставляют по специальным каналам связи. Но эти меры необходимы. Школьники в разных часовых поясах стали получать разные задания, что, естественно, повысило объективность. Эти меры позволили в значительной степени снизить нарушение времени экзамена, о которых говорили до этого. Организаторы стали ответственнее относиться к своим обязанностям. Гораздо меньше стало использоваться вот именно вот таких устройств, как мобильный телефон, возможность скачивать ответы в интернете. В этом году только в республике итоговую аттестацию пройдут более 6,5 тысяч 11-классников. В регионе откроются 38 пунктов для сдачи экзамена. Причем в этом году меняются правила и для выпускников техникумов. В этом году мы все-таки ставим задачу выпускника техникумов, чтобы поступали через профильные экзамены в вузах без сдачи ЕГЭ. Это основная цель наша все-таки. Выпускники техникумов уже имеют опыт, имеют мотивацию для поступления в высшую учебную заведение. Они должны по профильным предметам, по специальностям проходить без ЕГЭ. А вторая задача – это вот в рамках сроков проведения ЕГЭ для выпускников отодвинуты сроки уже как бы в основной этап. Еще одна задача – подготовить аккредитованных наблюдателей, чтобы они не относились формально к своей работе. Только так возможно определить, готовы ли школьники стать студентами. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Два оргкомитета прошло сегодня в Чебоксарах. На первом обсуждали, как идет подготовка ко Дню Республики. На втором – какие мероприятия будут проведены для ветеранов в год 70-летия Победы. Межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ» Международный фестиваль фейерверков «Чебоксарский экономический форум». Все эти мероприятия уже давно стали визитной карточкой Республики. Восьмой по счету форум пройдет под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Уже сегодня в его рамках готовится 17 мероприятий. Подтвердили участие сегодня аж 5 технологических платформ. Подтвердили со стороны Министерства экономики Российской Федерации проведение российско-итальянской рабочей группы. Здесь сейчас находятся предложения наши в Италии для того, чтобы компания итальянская, то есть правительство итальянского выразила подтверждение о том, чтобы провести у нас здесь эту рабочую группу. Кроме того, также есть подтверждение на сегодня семинар совещания. Это с Уфасом России по вопросам антимандарного регулирования. В 23-й раз пройдет фестиваль народного творчества «Родники России». В 13-й раз Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Свою нишу занял Всечувашский праздник «Акатуй». В настоящее время министерством обсуждаются концепции проведения мероприятий. Вред этих всех мероприятий согласовываются с Российским домом народного творчества и с Министерством культуры Российской Федерации. Предлагается все эти праздничные мероприятия приурочить к нашим событиям, которые в 2015 году будут проходить. Это прежде всего 95-летие образования Чувашской государственности, 70-летие победы в Великой Отечественной войне и годы литературы и годы Константина Васильевича Иванова. Так что праздник по замыслу организаторов должен удастся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. 70-летие победы в Республике тоже отметят с размахом. Уже принято решение, что в Чебоксарах кардинально отремонтируют 30 квартир участников войны. Часть средств на эти цели выделят спонсоры, часть поступят из резервного фонда. По традиции, этой весной ко всем ветеранам придут волонтеры, чтобы помочь убраться в доме. Добровольцы делают это каждый год в рамках благотворительной акции «Чистые окна». Для горожан в честь Дня Победы городские власти планируют устроить необычный проект – маршрут памяти. Чебоксарцев пригласят на экскурсии по улицам, которые названы в честь героев. Всем желающим также предложат побывать в местах, где в 40-х годах располагались эвакуационные госпитали. В мае будут проведены и традиционные акции. Молодые люди вновь пройдут по городским улицам с портретами фронтовиков. А для ветеранов в День Победы заработает полевая кухня. Обещают и разнообразную концертную программу. Ежегодный парад в этом году должен стать еще масштабнее. По Красной площади строевым шагом планируют пройти и сами ветераны. Для прохождения торжественного марша планируется привлечь личный состав в количестве 20-ти ротных коробок численностью более 1000 человек. В том числе планируется привлечение учащихся к одесских школ и классов свыше 50 единиц техники с численностью 100 человек. Всего планируется задействовать около полутора тысяч человек. Техника будет не только на земле, но и в воздухе. На Парад Победы в Чебоксары, возможно, прилетят вертолеты. Если повезет с погодой, то свое мастерство чебоксарцам в этот день продемонстрируют и парапланиристы. Михаил Игнатьев подписал распоряжение о реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике на 2015-2017 годы. Он включает в себя меры по активизации экономического роста, поддержке различных отраслей экономики, промышленности, энергетического комплекса и транспорта. Об этом глава Чувашии сообщил на заседании правительства. Министр экономического развития Владимир Аврелькин представил комплексный план действий органов исполнительной власти по реализации послания главы Чувашии на текущий год. В проект вошли 83 мероприятия. Они касаются разработки нормативной базы по инвестиционной деятельности, развитию сельского хозяйства и регулированию рынка сельхозпродукции. В перечне также поддержка строительства социально значимых объектов. Сомнения по каким направлениям у вас есть государственного министра? Никакие мероприятия не будут выполнены частично, все будут выполнены в полном объеме. На строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских поселениях планируется направить 157 миллионов рублей. Список проблемных дорожных объектов определяли сами муниципалитеты. По районам Чувашской республики, а также на вновь начинаемые объекты строительства уличной дорожной сети в 116 населенных пунктах сельских поселений Чувашской республики. Общей продвиженностью 106 километров. Глава Чувашии предупредил, что аукционы проходили в соответствии с законодательством. Тысячным уставным капиталом фирмы от надневки не влезали. И все эти средства в течение как раз первого, когда погодные условия будут позволять начать эту работу, пока инертные материалы могут закупать до осени, должны быть все вопросы завершены. Это однозначно. Жестко будем отслеживать. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит изменения в республиканскую программу по развитию жилищного строительства. В связи с возросшими банковскими ставками по ипотеке была скорректирована программа субсидирования. По программе «Жилье для российской семьи» ставка составляет теперь 13%. Остальную часть берет на себя государство. С учетом того, что мы прогнозируем среднюю стоимость в первом полугодии в порядке 43 тысяч рублей, то есть минус 20%, у нас это будет для эконом-класса. Мы правильно здесь понимаем, что если раньше говорили от факта только ввода, когда представлены будут все проостановленные документы, сейчас они сдвигают вперед в пользу строительных организаций. Совершенно верно, Михаил Васильевич. То есть на основании подписания соглашений финансовые средства на инженерную инфраструктуру, 4 тысячи на один квадратный метр, уже сейчас будет поступать застройщикам. На заседании Кабинета министров обсудили и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Родители детей-инвалидов теперь смогут получать денежную компенсацию, если решат обучать своих чад самостоятельно. Такое решение было принято Кабинетом министров Чувашской Республики в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. До недавнего времени дети-инвалиды могли получать образование по трем формам. В общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», дистанционным методам и посредством обучения на дому преподавателями школ. Теперь родители могут заниматься с детьми самостоятельно или наняв репетитора. За это они получают компенсацию. Она рассчитывается в зависимости от стоимости учебных часов в школе или детском саду и составляет в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Затраты сверх нормативов не оплачиваются. Как ребенок будет проходить промежуточную аттестацию своих знаний устанавливает сама образовательная организация, в которую зачислен ребенок-инвалид. Итоги социально-экономического развития обсудили в Урнарском районе. В местной газете было опубликовано приглашение принять участие в совещании. Так что итоги подводили всем миром. В начале церемония награждения. В районе появились новые заслуженные работники сельского хозяйства. Честовали и стипендиатов главы Чувашии. В этом году их здесь четверо. Отчет о ситуации в районе сделал глава. В прошлом году зафиксированы рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Намолочно почти 48 тысяч тонн, что в полтора раза больше, чем в 2013-м. По валовому сбору зерна Вурнарский район занял первое место среди районов Чувашии. По производству мяса и молока – третье. Налоговое поступление во все уровни бюджета в 2014-м году к уровню прошлого года выросли на 25,3% и составили 588,3 миллиона рублей. Коэффициент собираемости налогов платежей бюджета всех уровней составил 98,5%. Во многом сельхозтоваропроизводителям помогла государственная поддержка. В район были привлечены инвестиции в размере 500 миллионов рублей. Вурнарский район у нас достаточно такой, можно сказать, индустриально-аграрный. Промышленный комплекс района обеспечивает 7% промышленного производства республики. То есть достаточно такая неплохая доля. Как уже говорили, зарплата средняя по району составляет 18 492 рубля. На ряде промышленных предприятий зарплатой выше и в вас в республике приняты антикризисные планы, то есть планы по устойчивому развитию экономики и обеспечению социальной стабильности в обществе. Основные направления посылы этого плана, как должна строиться работа органов власти всех уровней, это, конечно, повышение доходности бюджета, сокращение неэффективных расходов и поддержка реального сектора экономики. Поэтапно решается вопрос качества питьевой воды. Сегодня я с любым жителем поселка Варнара готов взять эту воду из крана, скипятить его, попить чаю и доказать, что эта вода нормальная. Есть и другие нерешенные проблемы. Строительство садика, например. Конечно, мы его должны были в прошлом году, в 2014 году запускать. Но, тем не менее, сейчас, вот, 1 июня, да, уже срок стоит. Это благодаря, конечно, местной строительной компании АМСО. Мы думаем, будет, потому что народ ждет этот садик. Кстати, лично выяснить причину затянувшегося строительства детского сада председатель кабинета министров отправился сразу после совещания. Сейчас ждем, когда нам теплоузел. И вот с сентября месяца, вот сегодня февраль, до сих пор теплоузел не утвержден. Мы даже тепло не можем сдать, чтобы успеть. Это вот о проблемах, основная проблема. Чего так тянется долго? Они не хотят утверждать. С прошлого года, вот поэтому, я летом еще на объекте был, там отношения уже выясняли, что по ворона там невозможно приступить к работам и так далее. Сейчас уже два этажа возвели и обсуждаете вопрос. Главными задачами на 2015 год Иван Моторин считает завершение строительства детского сада, снижение задолженности за газ. Итоги работы подвели и в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Медицинскому персоналу есть чем гордиться. Высокое качество услуг отмечено на государственном уровне. Соответствующую премию вручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Людмиле Самсоновой 58 лет. И сегодня она полна сил и желания и дальше жить интересно и счастливо. Глядя на нее, сложно предположить, что несколько дней назад ей сделали сложную операцию на коленный сустав. Знаете, у меня болело нога дамту, ноги. 15 лет, наверное, больше 15 лет. Какие препараты я только не принимала. В начале прошлого года Людмила решилась на первую операцию. Уже через год ей оперировали вторую ногу. Ежедневно в Федеральном центре травматологии проводят 27 операций. В прошлом году приняли 7 тысяч пациентов. Среди них и дети с церебральным параличом. Из 470 детей республики, страдающих этим недугом, 70% прошли через Федеральный центр. Доктора стараются, чтобы некоторые виды лечения дети воспринимали как игру. Уже после первого курса лечения в большинстве случаев наблюдается улучшение. Бывают очень сложные ситуации, особенно если речь идет о деформации позвоночника. На начальной стадии сколиоз можно вылечить с помощью гимнастики и корсета. А при сложных формах необходима операция. У меня первые слова были, что я счастлива, что я исправлю, что я ровная. Что мой доктор сделал то, что я так долго хотела. Что я сделаю? Куплю облегающую кофту с открытой спиной. В прошлом году в центре поставили на поток операции с использованием нейромониторинга. Технология практически сводит к нулю риск осложнений. Способствует этому и открытие собственной лаборатории. Мы на сегодняшний день закрываем все аспекты лабораторной деятельности у себя здесь. Делаем иммунологию, и клинику, и биохимию. И вот с недавнего времени материологические исследования выполняем. Пациент диагностики. То есть, в общем-то, как бы абсолютно все. И более того, даже с нами ближайшие лечебные учреждения тоже сотрудничают. Это им удобно. Быстро взяли, чем вы даете. Поскольку все автоматически через анализаторы проходят, и результат буквально в течение 30 минут – это максимум. Задачи на этот год еще более серьезные. Отрасли необходимы эндопротезы и инструменты для проведения высокотехнологичных операций. И хорошо бы, чтобы они были отечественные. Импортные с каждым днем обходятся все дороже. Глава Чуваши обсудил с врачами возможность создания соответствующего производства на базе индустриального парка, который строится в Чебоксарах. Вот здесь представлен практически весь спектр, который используется в травматологии. И более того, это не будет просто расходный материал. Это еще и будут силовые инструменты. Это практически единственные производители в нашей стране, которые будут выпускать эти инструменты для наших травматологов. Они в 5-20 раз дешевле, чем импортные аналоги. Надежда Яковлева, Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Общественное движение «Молодая гвардия» выступило с инициативой сбора подписей о запрете продажи алкогольных энергетических напитков. Чуваши не первый регион, который поддержал подобную инициативу. Уже в 12 регионах страны принято закон о запрете продажи энергетиков. После сбора подписей мы планируем передать весь пакет документов правительству и руководству Чувашской республики, чтобы они увидели то количество людей, которые подписались и поняли, насколько это важно для нашей республики. Сбор подписей среди горожан ведется уже более 10 дней. За это время собрано около 3000 подписей. Я поставил свою подпись, наверное, потому что надо, надо, стоит на сегодняшний день ограничить это. Энергетические напитки – это одно, а остальное, то, что содержит алкогольные вещества, кофеин с содержанием алкоголя, это на самом деле уже огромный вред. Ну а кто, если не мы? Кто, если не молодежь? Не знаю, спросите других людей, граждан обычные, которые уже где-то работают, и мало это интересно. А кто задумывается о том поколении, которое идет за нашими спинами? Естественно, только мы. В поддержку акции 15 февраля на заливе состоится массовая оздоровительная пробежка. Присоединяйтесь. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Один из ведущих живописцев Республики Николай Карачарска в 14 февраля отмечает свое 80-летие. Признанный портретист, он с удовольствием работает и в других жанрах. Юбилейный год мастер встречает новыми планами и своей персональной выставкой. Николай Прокофьевич – заслуженный художник Российской Федерации. Народный художник Чувашской Республики. Родом из деревни Шадриха Порецкого района. Кстати, туда он вернулся на склоне лет, создав в родном селе картинную галерею. Любимая тема – село, его жители, трудовые будни и праздники. Его творчество является такой золотой страницей в развитии нашего изобразительного искусства. Эта выставка сегодня, на самом деле, она очень значима, уникальна и будет интересна очень-очень многим людям, кто видел те или иные произведения. Еще раз, как Николай Прокофьевич сказал, вернуться, переосмыслить, вникнуть. Сегодня друзья, близкие и просто поклонники Николая Карачарского собрались в художественном музее, чтобы поздравить юбиляра. Среди них, конечно, и однокурсники по художественному училищу. Он охватывает в своем творчестве все жанры, по сути дела. И натюрморт, и пейзаж, и тематическое произведение, и портретное искусство. Это настолько широко, на каждом можно остановиться и говорить языком искусствоведа часами. Потому что я очень высоко ценю его как мастера, который вошел в искусство России, эпоху сурового стиля. Он достойно со всеми представлял развитие и изобразительное искусство России того времени и по-настоящему. Искусствоведы утверждают, что художник – выдающийся портретист. Впрочем, это может заметить даже неискушенный человек. Каждое лицо любого человека – это целый мир этого человека. Неповторимый его собственный мир такой. Это невероятно интересно писателям, композиторам. Меньше там музыка. А художникам уж это ясно. Через лицо я рассказываю прожитую жизнь человека. Если молодая или молодой человек, где их прелесть, красоту, молодости, можно рассказывать и начало сбора информации по жизни. Поэтому портрет – это самое, думаю, важное для художника. Художник должен быть еще и психологом, считает мастер. Поэтому люди на его полотнах как живые. По их лицам угадывается характер, душевное состояние. Вы сильный человек, который родился на Борецкой земле, вкладывали всю свою душу, всю свою энергию, делились своим сердцем для того, чтобы написать вот эти картины. 50-60 лет этим работам практически, они как будто по тому виду, который мы смотрим, как будто они написаны только вчера. Поэтому низкий вам поклон. Объять его творчество одной выставкой невозможно, хотя в экспозицию вошли самые известные работы. Именно так Николай Карачарсков признается в любви своей малой родине. Его картины известны не только в России, но и за рубежом. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. Про таких, как он, говорят, прошел огонь, воду и медные трубы. А еще пережил войну и смерть самых близких людей. Чувашский художник-пейзажист Георгий Алексеев получил признание только на склоне лет. К 76-летию чувашского живописца свет увидела книга, посвященная его творчеству. Георгий Алексеев родился в Обресенском районе. Он признается, что именно живописная природа этих мест и подтолкнула его к творчеству. Первые рисунки он рисовал на заборах. Затем начал принимать участие в детских конкурсах. Однажды у нас был конкурс, выставка детского рисунка, иллюстрации. И вот я взял несколько иллюстраций Дон Кихота. А как получилось? Вот у нас детдомовские ребята были, много их. И вот они питались лучше нас, одевались лучше нас. Они приходят, запах вот этой колбасы, чеснока. И мы сделали бартер. После взаимовыгодного обмена Гера узнал, что его работу заняли второе место. А ценный приз забрали все самые детдомовские мальчишки. К совершеннолетию Георгий собрал достаточно картин, чтобы впечатлить приемную комиссию Чебоксарского художественного училища. Поступил в художественное училище в 1957 году. Два года приучился, с половиной третью меня взяли в армию. Началось, три с половиной года прослужил в Приборском военном округе. Потом Карибский кризис, не отпускали. По окончании службы Георгий вернулся в училище и сдал выпускной экзамен на «Отлично». Потом была свадьба, рождение детей и преподавание в Чебоксарском техучилище. Затем судьба распорядилась так, что молодой подающий надежды художник уехал в Багаданскую область на долгих 15 лет. Однако и там он направил свои творческие амбиции в нужное русло. Рассказывает автор книги Людмила Семечкина. Он принимал участие в газетах, писал какие-то интересные заметочки в тех северных газетах Магаданской области. И я решила, что непременно надо также ввести в его комментарии, в книгу. И вот под некоторыми работами в этой книге идут его комментарии. Вернувшись с севера, художник по-прежнему продолжил рисовать. За все эти годы пейзажист так и не обзавелся собственной мастерской. Зимой творил на балконе, летом на природе. Георгий Алексеев признается, что прожил интересную жизнь. Удалось многое увидеть, познакомиться с разными людьми. В 2001 году живописцу было присвоено почетное звание. Заслуженный художник Чувашской республики. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошла акция, посвященная Дню всех влюбленных. Всем горожанам герои праздника раздавали валентинки. На сердечном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Очень сильно люблю. Ты моя самая любимая дочка. Пап, я очень тебя сильно люблю. Акция «Город любит тебя» проходит в столице республики уже не первый год. Взаимные признания в любви звучат на улицах Чебоксар, создавая атмосферу праздника. Любой желающий может признаться в любви не только своему городу, но и своим любимым. Сегодня своей валентинке дарил и глава города Леонид Черкесов. Я хочу признаться в любви нашему любимому городу Чебоксары. Я хочу признаться в любви нашим горожанам. И хочу сказать, что я очень всех люблю. Пускай у вас много будет желающих поздравить вас с этим замечательным праздником. В прошлом году горожанам раздавали открытки, сделанные руками талантливых учеников, творческих кружков и художественных школ. В этом году чебоксарцу ждут не менее приятные сюрпризы. Партнеры акции приготовили для них подарочные флайеры и карты со скидками. У нас акция будет длиться два дня. Сегодня на массовых точках в городах, возле торговых центров, на остановках тоже раздаются флайеры. А завтра уже во всех вузах и СУЗах будут раздаваться тоже такие валентинки с подарочными флайерами. Когда любовь взаимна, она способна творить чудеса. В этот день столицы горожане чувствуют потребность друг к друге. С каждым годом участников акции становится все больше. Очень классно, что у нас в городе проходят такие акции. И как мы приятные делаем друг другу. Радуем приятными мелочами, сюрпризами. Пока еще не придумываю. Самое главное, 14 февраля не ругаться ни на грамм. Воспоминать только хорошие моменты и делать радость друг для друга. И любить друг друга. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. А я с вами прощаюсь. До свидания. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин